здравствуйте друзья и гости моего канала с вами юлия и сегодня я хочу предложить вам сшить косметичку из вискозной салфетки я выкраиваю детали шаблон который был предложен в самом начале это одна четвертая часть основы косметички затем не потребуются два куска бязи размером 35 на 33 сантиметра вискозную основу приклеиваю к лицевой части с помощью клеевой паутинки после того как паутинка выложена на вискозную салфетку на нее накладывается лицевая часть из биозит и проглаживается утюгом лицевую часть косметички я решила постигать для того чтобы она была более жесткая от вискозной салфетки я отступаю 8 миллиметров и прокладываю линию это будет припуск на шов изнаночную деталь вырезаю уже по готовой лицевой части средняя деталь куда будет вшиваться молнией укрепляется точно также вискозной салфеткой единственно что она вырезается таким размером чтобы отступ от края был не менее 8 миллиметров концы молнии прячем в тканевые кармашки такие кармашки надежно закрепляют край молнии а также не дают лишнего уплотнения на месте стыка основной детали и детали с молнией я сначала пристрачиваю лицевую часть к молнии а затем будет пристрочена уже изнаночная часть но все это можно сделать и одним движением не просто как вот так вот удобнее а а а после того как молния вшита уже в обе детали я это все разутюживаю проверяю хорошо ли это открывается молния а зачем прокладываю декоративную строчку осталось выровнять центральную деталь по размерам основного клапана а а перед тем как пришить центральную часть к основной детали я вшиваю на эту деталь ушки центральная деталь молнии прикладывается изнаночной стороной к изнанке лицевой стороной к лицевой стороне и скалывается по месту пришивания то есть в этом месте детали будут соединяться да oke вот 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 вывернув деталь и расправив тщательно изнаночную сторону теперь на том месте где мы прошили только что надо проложить еще декоративную строчку после этого я прокладываю строчку по самому краю соединяя изнаночную и лицевые части для того чтобы впоследствии у меня эти части никуда не сместились складываю центральную часть отмечаю середину и складываю основную деталь также пополам и также отмечаю середину по этим меткам детали будут соединяться между собой соединяю центральную деталь и основную деталь и все это я сейчас приметаю вместе с косой бейкой потом проложу шов на машинке и косая бейка у меня обработает полностью вот этот вот край а и 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 вот моя косметичка готова как вы сами могли убедиться просмотрев мастер-класс шить ее совсем не сложно я надеюсь что вам понравился сам процесс и вы тоже захотите себе шить такую же если это так ставьте лайки подписывайтесь на на канал вас дальше ждет много интересного а с вами была Юлия всего вам доброго и до свидания до свидания и